Персона дня главный режиссер Ульяновского драматического театра имени Гончарова Владимир Золотарь, который 13 февраля отметил свое 50-летие. В конце февраля в театре состоялась первая премьера этого года по пьесе Генрика Ипсена в постановке Владимира Золотаря. Наша беседа коснется этой премьеры, а также других премьер сезона, творческих лабораторий и фестиваля лицедей в новом формате. – Владимир Александрович, поздравляем вас с состоявшимся юбилеем и премьерой спектакля «Кокольный дом». Практически все совпало у вас. – Ну, почти. – Пьеса была написана, это пьеса, во-первых, Генрика Ипсена, она была написана в 1879 году, то есть аж несколько столетий назад. Но почему-то вы выбрали именно эту пьесу, с чем связан ваш выбор? – Ну, во-первых, все равно мы сейчас живем в такой очередной какой-то переходный период, да, и очередные там какие-то новые драмы возникают. Да, не случайно там до сих пор так и закрепилась за современной такой русскоязычной драматургии. Это название «Новая драма», а впервые это название возникает как раз к эпохе Ипсена. Так как театр все-таки в значительной степени зависел и зависит от драматургии, то, конечно, во многом, это, конечно, параллельные процессы, но во многом и новый театральный язык возникает в связи с возникновением новой драматургии. И Ипсен в том числе, конечно, это такой прежде всего, ну, протест против некой косности, некой чрезмерной условности, некой фальшивости на тот момент существующих театральных форм и смыслов, которые эти формы опять-таки выражают. Да, отсюда какая-то и новая там искренность и степень откровенности в погружении, так сказать, в персонажей, в ситуации и так далее. Почти провокационные темы и так далее. И тот же «Кукольный дом» тогда, в ту пору, там воспринимался едва ли не как манифест феминизма. Я не уверен очень сильно, что сам Кенри Клипсон писал это как манифест феминизма. Конечно, мне кажется, там все-таки более, ну, как бы общая тема, скорее, ну, такой личностной свободы, которая невольно вся включает эту историю про то, что женщина такая же личность, как мужчина, да, с теми же равными правами и, прежде всего, даже не социальными, да, в той ситуации, а такими, ну, как бы внутренними, что ли, психологическими, да, с каким-то тем же чувством некого права на самостоятельные решения, там и так далее, да, как бы, вот. Но в том числе, конечно, это сталкивается с социальной повесткой, да, и в тот момент это, ну, общественно, как общественный резонанс срабатывает так. Сегодня, конечно, немножечко по-другому воспринимается вся проблематика пьесы. Ну, это первые премьеры этого года, но весной еще будут премьеры, да, я так понимаю? Будут, будут, да, мы уже вот репетируем с корабля на бал практически для малой сцены. Замечательную пьесу японского травматруга Коки Митани «Академия смеха», такая уже известная, очень много и шедшая, и сейчас идущая, такая, ну, где-то сатирическая, где-то экзистенциальная такая комедия про ситуацию, кажущуюся почти банальной, и автор приходит к цензору, который должен вот пропустить его к пьесу, к постановке или не пропустить. И дальше начинается такой трагикомический сюжет про то, как цензор, к сожалению, признающийся в первый же раз, новый, новоназначенный цензор, который в первый же день признается, что в театр не ходит вообще, и ничего в этом не понимает. Более того, признающаяся пьеса, которую приносит автор от комедии, для труппы комиков специально написана, ее надо бы ставить, только надо получить разрешение. А цензор признает, что он напрочь лишен чувства юмора, еще к тому же. Вот, и он говорит, я не могу пропустить эту пьесу, только если вы переделаете, начинает предлагать с каждым разом все более и более абсурдные переделки. Но вся абсурдность сюжета в том, что по мере исправлений с каждым днем, а там семь дней, как Бог сотворял мир, понимаете, семь дней пересоздания, так сказать, этой пьесы, чем более абсурдные правки предлагает цензор и принимает автор, тем смешнее становится комедия, которую он пишет. И окончательным шедевром становится после того, как в последний день цензор требует уже совершенно невероятного, а теперь убедите все смешное из пьесы. И когда он убирает все смешное из пьесы, она становится еще более смешной. А кто главный герой? – Цензора репетирует Коля Авдеев, а автора репетирует Саша Курзин. – Интересная команда. – Ну и после этого я буду работать над, уже по всей видимости, двумя премьерами следующего сезона. Ну это давно уже такие анонсированные, обещанные. Во-первых, Алексей Каренин, замечательная инсценировка Василия Сигарева, российского драматурга и кинорежиссера. – Понятно, по мотивам какого романа, но специфика пьесы в том, что там, это, конечно, такая история, ну, в оправдание, так сказать, забитого такой советской, особенно советской школой, так сказать, и совершенно ни за что такого замечательного персонажа Толстого. Там в центре Алексей Каренин, и в центре идея такая, ну, как бы, ребята, посмотрим на эту историю с этой стороны. – Стороны мужа, да? – Да, со стороны мужа, и более того, там ведь, ну, правда, это такая мифология уже немножко вокруг романа. Мы же очень часто живем не столько, ну, как бы, с самим произведением, сколько такой мифологией вокруг него, да, вот, как бы, где-то школа, где-то молва, где-то какое-то вообще непонятно что, да, в общем, ощущение, что мы там, понимаете, условный сюжет, там, условный сюжет рома от «Жульетты», мы даже ниоткуда там узнаем из информационного пространства, но уже там с молоком матери где-то, понимаете, вот так же и здесь, да, вот, бедная страдающая Каренина, но то, что, на самом деле, Толстой, конечно, постепенно влюблялся в свою персонажу, это очевидно, но он постепенно влюблялся в неё, на самом деле, это, скорее, такое увлечение автора своим созданием, потому что идеологически он абсолютный противник Карениной, понимаете, это ведь роман, там ведь есть абсолютно идейное противопоставление, как, так сказать, линии Анны Евронского, это линии Китти Левина, и вот это толстовский идеал любви, а это страсть, которая, в общем, греховна, разрушительна, и поэтому, естественно, смерть, там, если нет наркоты, которые, извините, всю финальную частью балуется вообще девушка, то под колёсами, понимаете, и прочее, и прочее, а потом уже это превратилось в страдающей, отринутой, так сказать, обществом образу, или страдалица, это, конечно, такая советская школа лесосудроведения, причём очень поверхностного такого, да, а и по Толстому, ну, конечно, грубо говоря, Каренин, ну, как минимум, неоднозначный персонаж, это как раз опять отринутая, так сказать, обществом героиня делает автоматом бывшего мужа, так сказать, каким-то условно-отрицательным персонажем, а там всё сложнее и глубже, и драматичнее, вот, и Сигарева прекрасная совершенно, ну, такая сценировка, а в то же время это очень самостоятельная пьеса, замечательный материал, там, и для режиссёра, и для артистов, и, прежде всего, конечно, для исполнителя роли Каренина. А спектакль когда увидим? Ну, я так полагаю, что это открытие следующего сезона, то есть, что это премьера, может быть, открытия сезона. И, опять-таки, давным-давно уже нонсированный, уже почти год, наверное, прошёл, как мы её читали, ну, почти год, да, ну, собственно, в рамках прошлого фестиваля лицидей мы читали пьесу Дмитрия Богославского «Катапульта», которая вот очень тогда полюбилась, очень однозначно голосовали за неё, и тоже это будет, там, видимо, следующая премьера уже следующего сезона. Вот, что касается этого сезона, будет ещё одна премьера на большой сцене, ну, не моя, пока там переговорный процесс до конца не закончился, я вот её прямо анонсировать не буду, но она будет. Она будет к концу весны, не к самому, там, концу сезона, а к концу весны будет ещё одна, ну, ярко интересная премьера. Вот. Ну, вот буквально с понедельника начнутся уже, вернее, с 6-7 марта лаборатории. Ну, это такая специфическая лаборатория, потому что есть лаборатория Олега Семеновича Лаевского, уже традиционная, уже привычная для нашего театра и города, и она тоже будет. Сейчас вот мы как раз, пользуясь тем, что Олег Семенович у нас, и смотрит там последние премьеры наши, мы как раз обсуждаем даты, сроки, летом она состоится, и мне кажется, очень интересную историю, ну, мы так, как-то договорились об очень интересной истории, потому что мы в этот раз берём, ну, вот, из лучших мастерских, так сказать, режиссёрских страны, но ребят, которые вот прямо вот сейчас выпускаются, это такие первые шаги и первые пробы, это такие наши амбиции на какие-то открытия новых имён совсем, потому что все прежние лаборатории, это, конечно, приезжали режиссёры, которые, ну, в общем, люди с опытом, и там половину, я знаю практически всех этих режиссёров, и я бы мог и без лаборатории, например, кого-то из них там спокойно приглашать на постановке. Здесь мы, конечно, берём, с одной стороны, это нельзя назвать, да, там, ситуацию «кот в мешке», потому что всё-таки это выбирают именно талантливых ребят из лучших мастерских, да, но это вот первый шаг, это такие открытия для всех, для нас, для молодого режиссёра, а, возможно, для и города, и театрального мира вообще там совсем новых имён. Вот три-четыре новых именей мы надеемся прямо приоткрыть на этой лаборатории. Это ваша идея была. Это мы, как бы, наша общая мысль была с Олегом Семёновичем. Вот, на самом деле, ведь вся история с лабораториями, с режиссёрскими, она где-то когда-то Лаевским устраивалась именно так. Это приезжали ребята, которые либо вот в этом году выпускаются, либо максимум вот год назад выпустились. И это была, правда, такая вот молодая режиссура и современный театр. Это люди делали первый шаг в профессиональный театр совершенно незнакомый им просто вот из мастерской, понимаете? А это очень разные вещи, да, потому что мастерские, особенно, например, там, мы были, вот, например, мой курс был чистый режиссёрский курс, очень часто режиссёры там уже Новачау, Кудряшову, всех ведущих мастеров, режиссёры учатся вместе с артистами. Это есть курс артистов и группа режиссёров. И они внутри мастерской разговаривают, люди, разговаривающие на одном театральном языке, в одних каких-то понятиях, в одних требованиях мастера, они работают друг с другом. И самый стрессовый момент – это когда вот ты из этой мастерской, где все говорят на одном языке, все понимают друг друга с полужеста, полуслова, ты приходишь в театр, где люди этой системы координат не владеют. И ты должен её пересоздать, пересочинить или подстроиться в их, ну, в общем, найти какой-то компромисс, научиться разговаривать там, где раньше говорить-то не надо было. Ты делал тому, и человек говорил, а, понял, ага. Понимаете, да? И вот с этого начинались, на самом деле, начиналась в 90-е годы вся история с лабораториями. А потом уже это переросло в свою другую систему взаимоотношений режиссёров и театров. А здесь мы в какой-то степени, ну, почти возвращаем этот исходный, например, смысл. Лаборатория – это, мне кажется, очень интересно, очень для театра важно, и для ребят молодых важно. Вот. А что касается той лаборатории, которая показывает, которые уже идут во всю репетицию, а показы будут, что у седьмого – это авторский проект Катерины Золотаря. Она придумала такую историю, в какой-то степени мы это всё тоже посвящаем грядущему в апреле юбилею Александра Николаевича Островского, 200 лет ему. Вот. Это почему лаборатория называется «Один на один», потому что правила игры, которые мы предложили ребятам, следующие. Есть одна пьеса, есть один режиссёр и есть один актёр. То есть это… Но сразу мы договаривались, что пьеса будет категорически не моно. А потом, когда уже возникла затея, что мы это немножко приурочим и к Островскому тоже, ну, что можно выбрать, с учётом, что лес идёт, например, там ещё что-то шло, беспреданница идёт, ну, гроза, как один из хрестомазийных текстов таких Островского, важных, в то же время с кучей возможных, особенно сегодня, интерпретаций. Уже всё-таки, слава богу, время там опять вот этой однозначной такой трактовки про луч света в тёмном царстве уже давно прошло, уже было и обратное, понимаете, мрак в светлом царстве, и что только не было. Уже и так с ног на голову переворачивали, и так выворачивали наизнанку, и вообще никаких лучей никакого тёмного царства, и что только с ней она выдерживает огромное количество всевозможных интерпретаций этой пьесы. Но здесь всё усложняется ещё и тем, что это моно. Причём мы как бы сразу говорили ребятам-режиссёрам, что, вы поймите, вот это в какой-то степени с одной стороны граница, с другой стороны ваше воображение абсолютно свободно, потому что какие могут быть варианты моно? Пожалуйста, там стендап, сторитейлинг, или ты берёшь правую линию у кого-то конкретного персонажа, или это вообще что-то, ну там, не знаю, условно говоря, расследование, которое ведёт персонаж вообще не из пьесы, да? Ну, то есть миллион вариантов. Важно одно, у вас вот есть эта пьеса, и у вас есть один артист. И вот что вы хотите, какую тему, какую линию, какие смыслы, какие способы проверить для себя, то и проверяйте. И мы специально это предложили ребятам, которые так или иначе занимаются режиссурой, учатся или учились на режиссуре, просто имеют там некие режиссёрские амбиции из труппы. И пять человек там, да, Максим Копылов, который, ну, ставящий дипломированный режиссёр, Ольга Новицкая, которая опять-таки вот только что получила диплом режиссёра, тоже её спектакли идут в театре, значит, тоже имеющий там некие свои режиссёрские опыты и эксперименты Виталик Злобин, молодой наш артист Виталий Мягинсон, который, там, человек, который я знаю, уже там не первый год размышляет тоже о поступлении на режиссуру и тоже имеет какие-то свои там ходы. И Максим Варламов, опять-таки человек, который ставил уже там в молодёжном театре и в лабораториях участвовал и так далее, сказали, ой, да, нам очень интересно, взяли себе по актёру и актрисе, и вот в недельник и во вторник мы увидим, что из этого получилось. Я знаю о очень общих чертах затеи каждого, они очень разные, и потенциально, мне кажется, все пять интересны, дальше уже вопрос реализации. Но то, что это будет любопытное зрелище, и что вот может произойти, когда там один режиссёр берёт себе одного артиста и берёт там всем известный совершенно христиматичный текст, что из этого может высечься, вот увидим, что у седьмого числа. Интересно. Ну и это всё проходит в преддверии 17-го фестиваля лицедей театрального. Он будет, наверное, немножечко, я вот почитала уже, да, примерный план. Да. По-другому будет проходить. Наталья Александровна долго думала, как и какую новую, так сказать, мысль, новую идею вдохнуть в фестиваль лицедей, и предложила в этом году историю, связанную, ну, так сказать, с такими корифеями театров. Да, изначально мысль была про театр региона, а потом вдруг вся эта история начала вырастать, значит, до масштабов там большого количества гостей. Затея была в том, что вот в этом году обычно, да, там много-много номинаций, начиная с лучшего спектакля, ролей и прочее, 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 прочее. А в этом году никаких лучших спектаклей и ролей вот этого не будет, и выдвигаются только заслужения сцене, да, выдвигаются там главные, звезды, ветераны, те, кто долго верой и правдой служит театру, какие-то вот такие столпы, да, каждого театра. Во всех театрах они есть, и все очень охотно откликнулись, и вот так вдруг это все начало прирастать и гостями нашими, тем более, что там это само собой произошло, потому что премию Наталья Александровна предложила учредить имени нашей прекрасной Кларины Ивановны Шадько, а Кларина Ивановна родом из Луганска, и тут возникло предложение, а что если пригласить Луганск, и Луганск откликнулся, у них есть свой номинант, да, оттуда возникли вообще театры Донбасса, и там очень сложные взаимосвязи, потому что вот еще буквально там несколько месяцев назад наш артист Саша Лебедев, который сейчас режиссер Донецкого молодежного театра, ставит спектакль «Отец», который приезжает на фестиваль и там и номинирует своего артиста, театр на Литейном, с которым давние связи у нашего театра, потому что Сергей Морозов, художественный руководитель Театра на Литейном, пять лет, по-моему, проработал худруком в Ульяновске, они привозят свой спектакль, номинируют своего калифея, вот, и два дня будет идти спектакль «Красавец-мужчина», и, в общем, вот, ну, завертелось, ну, и все наши театры Ульяновской области представляют своих, ну, и ближе к закрытию уже под занавес мы играем такую неделю, так сказать, калифеев Ульяновской граммы, и все специально Наталья Александровна разговаривала с ними, кто бы что хотел сыграть, там будет такая неделя наших калифеев, которые там выбрали себе работу, и Зоя Михайловна будет играть в «Малу», а Виктор Ючукин выбрал «Беспреданницу», Ирина Леонидовна Шубенкина «Лес», Бабаню Ирину Леонидовну Янко, и, в общем, все разобрали себе, так сказать, название, вот, и вот вокруг этой темы строится весь фестиваль в этом году, внутри мы тоже там так разграничивали историю, что вот есть целый блок, слава богу, да, он не собрался там день в день, например, но все равно есть количество названий, мы очень-то отслеживали посвященных, опять-таки, грядущему юбилеостровскому, это не отметить, и сроки, собственно, фестиваля, они тоже возникли отсюда, потому что день рождения Кларины Ивановны 8 марта, и 8 марта открывается фестиваль спектаклям демитроградской драмы «Последний срок», а закрываться будет в день театра, а это и день памяти Кларины Ивановны. А, вот так вот. Да, Кларина Ивановна умерла в день театра. Ну, там, я посчитала... Всю жизнь посвятивший театру, это все, конечно, очень символично. Поэтому и весь фестиваль как раз вот он между 8 и 27 проходит на этот раз такой, да, очень длинный, ну, потому что вот много-много таких вот программ, внутри одной большой программы в него включено. Да, любопытно посмотреть уже в другом формате. Да. Ну, ждем всех премьер, фестивалей, лаборатории. Желаем вам успехов, творческих сил, здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам.